Всем доброе утро. Не так часто в субботу с утра здесь собирается такой приятный коллектив и зал. Так нарядно выглядит. Меня зовут Сергей. Позвольте представить Анну. Анна, собственно, заместитель директора Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. А Сергей, управляющий портфелем Фонда развития интернет-инициатив. Да, спасибо. И сегодня у нас, собственно, конференция искусства и технологии. Мы обсудим много, скажем так, необычных, неожиданных вещей. И позвольте, наверное, пригласить сейчас на сцену Кирилла Варламова, генерального директора Фонда развития интернет-инициатив, и коллег. Иван Демидова, председатель управления Фонда развития современного искусства, и Сергея Перова, генерального директора РосСИЗО. Кирилл, вы хозяин, начинайте. Хорошо, тогда на правах держателя площадки. Доброе утро, уважаемые дамы и господа. Мы очень рады видеть вас. На самом деле мы давно начали дискуссию, и как-то интуитивно было понятно, что современное искусство и искусство, в принципе, имеет что-то общее, что-то близкое с современными технологиями, с интернет-технологиями. И вот долго обсуждали, и вот вроде как-то начали находить это все. Но немножко такое, я сейчас пару минут, если есть, на речь. Мы задумались, а вот что же такое искусство, и вообще как оно возникало. И стало понятно, что любое искусство, оно возникало в результате изобретения новой технологии, или нового какого-то способа. И не зря многие художники были одновременно и величайшими учеными своего времени, или наоборот. Или многие ученые занимались искусствами. И это всегда были связанные вещи. А современные технологии, они дают совершенно огромные, новые совершенно возможности, как в части цифровизации, как в части доступа к новому искусству, так и в части создания новых произведений искусства. Теперь поистине творцом может быть каждый. К сожалению, ура. Но мы все-таки инвестиционный фонд, фонд развития интернет-инициатив. У нас обычно очень практический взгляд на вещи, и если посмотреть на рынок медиа, развлечения, рынок искусства, они связаны между собой. У меня циферка здесь. В прошлом году рынок достиг цифры 1,7 триллиона долларов мировой. И все там по аудитории, где же наша часть, где даже наша часть в этих денег. В России 16 миллиардов в прошлом году был рынок долларов. Будет 20 к 20-му году. И мы ищем возможности для инвестиций. Фонд развития интернет-инициатив довольно много инвестирует в стартапы. У нас есть стартапы, связанные с искусством. И я надеюсь, что будет еще больше с помощью коллег из Фонда развития современного искусства. Прежде всего, да, прежде всего с помощью ответа. Иван, пожалуйста. Доброе утро, доброе субботнее утро. Значит, что я, со своей стороны, хотел бы сказать. Про деньги это не совсем ко мне. Я понимаю всех желания мгновенно, собственно, добраться до этих миллиардов. И правильное желание. Я просто со своей долгой историей телевидения, потом работы в администрации президента, в министерстве культуры, и вот сейчас общественный фонд, так или иначе, в общем, всю жизнь продюсировал гуманитарку. И понимаю, что, конечно, это, безусловно, рынок. Ну, понятно, рынок. Теперь вопрос только, как до него добраться. Это действительно по-настоящему. Первое, что я хотел бы сказать, маленькое такое общее замечание. Вы сегодня услышите огромное количество талантливых, серьезных людей и очень много правильных мыслей. Просто вот я вам сильно рекомендую, не пропустите это, потому что мы постарались, и у нас практически это получилось, привести к вам весь срез совриска страны одним днем. Это такая статья в Википедии вы получили, где просто, ну вот, вся выжимка будет сегодня перед вами. Это люди, которые определяют лицо совриска России, это люди, которые работают в совриске, которые зарабатывают с него, которые его продвигают, и которые хорошо понимают, что происходит и в мире, и в России. Просто это имейте в виду. Второе замечание, которое я хотел сделать, это вот мы тут анализировали. Лет 30 назад по влиянию на человека виды искусства распределялись примерно так. На первом месте стояла музыка, потом шло кино, потом литература, и потом где-то в хвосте уже плелись театр и изобразительное искусство. Сейчас все поменялось точно наоборот. Самое влиятельное – это картинка. Вот тут мы уже прямо вплотную приблизились к интернету. Сейчас все определяет картинка. То есть изобразительное искусство, почему, собственно говоря, основные наши проекты, проекты фонда проходят совместно с Сергеем Перовым, с Росизоей ГЦСИ, государственными учреждениями. Потому что картинка, конечно, правит бал. И она самая влиятельная. Дальше идет, как ни странно, театр. Но это скорее общественное такое звучание, скорее такое общественное человеческое возбуждение, которое может он принести в наше время. И только потом уже по-прежнему на третьем месте стоит литература. И уже где-то в конце, да-да, в конце музыка. И я сейчас про популярную музыку не говорю, просто все-таки мы чуть-чуть про искусство говорим. И, соответственно, дальше уже совсем кино, бедное, авторское, потому что все уже, понятно, блокбастеры окончательно выбили все творчество из кино в простой прагматический рынок для подростков. Это просто тоже вам на заметку, да, как бы работайте с картинками. Это первое приближение к рынку. Вот. Ну и, собственно говоря, мы очень ожидаем по итогам сегодняшнего дня и по нашему сотрудничеству с Кириллом, с фондом развития интернет-инициатив, хоть, как вот Глеб Жилов говорил, да, хоть маленького камушка, хоть первой любой работы, за которую можно зацепиться, да, первого стартапа, который мы со всей дурью своей готовы в него будем навалиться и, по крайней мере, предъявить стране, да, я сейчас не залезаю на территорию Кирилла, ему, конечно, нужно эмотизировать, вообще он серьезный человек, но мы, общественники-культурологи, нам бы стране предъявить, что у нас работает эта связка, что у нас работают эти, что мы хотя бы что-то, ну, не скажу, сами придумали, но хотя бы что-то хорошо свое сделали, да, как бы, это очень для нас важно, и мы будем всячески это поощрять и всячески продвигать эту историю. Ну, а для того, чтобы у вас это получилось, у тех из вас, кто готов будет этим заняться, мне кажется, что, собственно говоря, нужно помнить всего о двух вещах. Первое – это зритель, как до него достучаться. Я всегда утверждал, что бы я ни делал в своей жизни, что я никогда не понимал ни в чем, ни в музыке, ни в том, ни в всем. Чем бы я ни занимался на телевидении, я всегда понимал в зрителе. Вот мне прежде всего нужно было понять, чего хочет он. Вот, это одна история. И вторая история, да, она более идеалистическая, но я тоже настаиваю, что она должна присутствовать в ваших проектах. Это, собственно, портрет будущего. Мы куда двигаемся, да, как бы. Если кто-то из вас хотя бы маленьким мазком определит, что вот это будет определять нашу жизнь лет через 20, это безумная победа, поверьте мне. И мы тоже со всеми своими открытыми сердцами и душами ринемся вам в этом помогать. Ну и хочу закончить свою речь моим любимым анекдотом. Это когда в троллейбусе один к другому хлесть по рожьям, он говорит, за что? Говорит, ну надо же что-то делать. Давайте что-нибудь сделаем, друзья мои. Доброе утро, дорогие друзья. Спасибо, что пригласили. Я представляю здесь Государственный музейно-выставочный центр РосИЗО и Государственный центр современного искусства. Есть представители от государства. И спасибо коллегам, представителям общественных организаций. Инициатива была как раз за общественными организациями. Я здесь для того, чтобы вас послушать, на все посмотреть, наверное, найти возможность где-то в какой-то точке соединиться. Потому что так получилось, что государственные институции, они очень проигрывают частным галереям, частным музеям в развитии технологий. И часто государство обвиняют в том, что оно, в общем-то, не поспевает за сегодняшним днем. Хочу, чтобы это было не так. Хочу, чтобы это было не так. На примере и РосИЗО, и ГЦСИ. Мы уже сейчас достаточно неплохо внедряем современные технологии и наши выставочные проекты, которые реализуются в последний год. Это показывают. Мы работаем не только с технологиями, которые помогают нам жить. Мы активно внедряем, начиная с пресловутого электронного документа оборота, что для музеев уже прорыв. Адаптация сайтов под мобильные версии. Это тоже, в общем-то, для музеев сейчас очень актуально. И на самом деле представительство культурных институций в интернете, государственных институций, желает лучшего. Но мы, в общем-то, я надеюсь, в ближайшее время преодолеем это все и будем развиваться не хуже, чем частные институции. И поэтому мы и я здесь представляю, наверное, заказчика, наверное, собеседника. И хотел бы, чтобы сегодняшний день принес какие-то результаты. И результаты очень ощущаемые. Я думаю, что буду присутствовать на всех секциях. Буду внимательно следить и смотреть. Очень надеюсь, что что-то получится. И мы как раз-таки готовы быть потребителями этого продукта. Не только технологий для жизни нашей институции, но и также, в общем-то, у нас достаточное количество творческих проектов, биенальных проектов, которые в себя включают и диджитал-арт, и веб-арт, и различные формы. И мы работаем с художниками, которые активно используют технологии различные при производстве своего продукта. Поэтому желаю плодотворного дня. И надеюсь, что мы с кем-то из вас в ближайшее время встретимся за столом, наверное, при уже каких-то конкретных действиях подписания контракта или рассмотрении какого-то проекта, который будет нами совместно внедряться. Спасибо. На правах модератора, который проведет с вами здесь целый день и немножко приложившую руку вместе с фри к этой программе, я расскажу о том, каким образом мы сегодня работаем. Итак, нас ждет пять сессий. Как говорил уже Иван Иванович Демидов, наша задача вам за один день, даже за полдня, представить весь срез того, что происходит в мире искусства и культуры в соотношении с интернетом и новыми технологиями. И поэтому, чтобы вас сразу не пугать, мы начнем не с искусства, а мы начнем, собственно, с медиа, которые держат руку на пульсе в понимании нашей аудитории. Мы попробуем в первой сессии понять, кто аудитория культуры и искусства в интернете и кто наши новые герои. Что взлетает сегодня и какие изменения нас ждут в будущем. Вторая сессия называется «Технологии на службе у искусства». И, собственно, она будет посвящена тому, как эти две сферы взаимодействовали в исторической развертке и взаимодействуют сегодня. Сессия 3 посвящена успешным проектам в области культуры и искусства, которые уже выстрелили, которыми мы, и Фри в том числе, может гордиться. И после этого мы уйдем на обед. После обеда завораживающая сессия про монетизацию, которую будет модерировать директор музея-гараж Антон Белов «Арт-рынок в интернете». То есть эта сессия будет посвящена прямой монетизации искусства, тому, можно ли все то, что вы видите вокруг себя, продать инструментами новых технологий. И последняя сессия, сессия номер 5, музея технологий, приоткроет завесу над тем, как технологически меняется сейчас самая закрытая и, пожалуй, самая консервативная сфера культуры. В общем, если мы достаточно энергично будем разговаривать, задавать вопросы, то уже в 16.00 мы закончим наш день небольшим фуршетом. Обращаю себя к организаторам, и мне… Никто не говорит. Да, организаторы отвечают фуршет. Да. И еще я хотела бы обратить ваше внимание на небольшой подарок, который сделал Фонд развития современного искусства вам сегодня. Мы решили обогатить нашу среду, наш environment произведениями искусства. Небольшая выставка «Арт-виси-тех». Вопрос. Или многоточия. Она, на самом деле, посвящена тому, как художники нового поколения, работающие в традиционных жанрах, осмысляют и думают на тему дигитализации. Как они воспринимают влияние технологий на нашу жизнь. И эти все произведения, действительно, они представлены совершенно в разных жанрах, они могут по-разному интерпретироваться. И на самом деле они предусматривают вашу активную их интерпретацию. Поэтому, пожалуйста, наслаждайтесь и думайте, осмысляйте. И вообще, на самом деле, я как представитель традиционного музея, который всегда носил образовательную функцию, я думаю, что это мероприятие, как и любой разговор, он про то, чтобы активизировать нашу творческую фантазию, наши мысли, наши чувства. Поэтому я желаю вам приятной работы. И, пожалуйста, задавайте вопросы в ходе нашего мероприятия. Анна, спасибо большое. Спасибо.